Пошел, пошел. Сорока. Красавица. Вообще, конечно, удивительная птица эти. Птица сорока. И сороки в частности. Еще одна. Сидит на парапете. Даже не хочется проезжать быстро рядом с ними. И очень удивительное их сосуществование между моими котами и сороками. Потому что я частенько вижу, допустим, я оставляю какие-то объедки от котов для сорок, которые тут живут у нас поколениями. А я знаю, что у нас Фоксик очень любит поохотиться на птиц. Он такой птицелов. И я всегда смотрю, как он не обращает внимания на сорок, который, на сороку, который буквально в метре-полутора от него чапает к миске. Фокси благополучно отворачивается, садится спиной. Так, что-то у нас тут такое большое. Фокси всегда садится спиной. То есть я тут сижу, я тут умываюсь. Я вообще ничего не вижу. Вот как-то из этой серии. Еду сейчас на группу здоровья, но меня дерзают смутные сомнения. Может, конечно, и зря дерзают. Но обычно на все эти мероприятия, когда ходишь на какие-то секции и еще что-нибудь там, обычно на каникулах, осенних, зимних, весенних или каких-то праздниках, никто не проводит занятий. Ой. Поэтому посмотрим, погода вроде хорошая. Соберутся или не соберутся. А если даже не соберутся, сама посажу. У меня, собственно говоря, еще и лучше. Я тогда просто себе хожу и хожу без этого самого. Без фанатизма, как некоторые хотят. Вообще сегодня так, по-хорошему, надо было никуда не идти. Потому что сегодня четверг. Будет очень много покупателей. Очень много. Желательно просто, как говорится, саккумулировать энергию на то, чтобы добегать. До конца смены. Так вот. Несколько машин стоит, так что, может, может, сегодня все и будем бегать. Бегать и бегать. А, может, и не будем бегать. Подождем чуток. Все равно красиво. Осень серая, разноцветная. В общем, я уже доехала домой. Снимать особо ничего не хотелось. Вот. Пошла я полежу. В общем, повалялась я несколько часов после... После пробежек. Ну, не пробежек, проползов. Поняла, что мне надо брать с собой салат на работу. Ну, я его взяла. Сейчас покажу. Тунец с авокадо. Лежала уже до победного, до последнего. Пока уже смотрю, что мой несчастный будильник начал орать, что... Салат, моя мать встала, пошла. Ну, салат я с собой взяла. Наверное, по такому поводу и... И солнышко вылезло, потому что утром была серая. И так как-то по-осеннему... Как-то, ну, очень по-осеннему. Сейчас вроде как и ничего. Вылезло таки солнышко. И поэтому жизнь прекрасна. Не так ли? Что-то как-то коробками запахло. Наверное, сосед опять свой навоз вывозил на поля. И как-то так прям аж... Душесчипательно. По-детски, по-деревенски. Так глухо. И сегодня еще созвонилась с нашей главой местного рукодельного комитета. Так, вернее, она вчера звонила, но я была на работе. А вечером не... Вернее, ночью... Какой дурак перезванивает в 11 вечера. Или ночью, уж не знаю. Утром она тоже сегодня звонила, но... Я опять была на группе здоровья, там, не до разговора. Она уже приехала домой, перезвонила ей. Думаю, что-то случилось. Думаю, может, какое-то мероприятие еще дополнительное будет. А нет. В общем, тысяч человек только записались на эту ярмарку. И они решили с другими этими членами-корреспондентами ярмарочного этого самого, что... Ярмарку они тогда отменяют. Ну, в общем, она мне об этом не поведала. Ну, что я хочу сказать? Я, конечно... Я сказала, что зря. Потому что чем меньше народу, тем больше шанса тебе что-то продать. Потому что, когда деньги жгут карман на таких ярмарках, народ всегда что-нибудь прикупит. Вот. Поэтому... Ну, я, конечно, посожалела, что зря объяснила, что вот так и так, то... Зря, что они именно так решили. Тем более, что уже, я так поняла, эта информация ушла в газету, чтобы дать объявление, что ярмарка в этом году не состоится. Ну, как по мне, но я прихожу к такому выводу, что чем меньше людей, которые на ярмарке, ну, скажем так, продают свои изделия, тем больше шанса, что эти люди хоть что-то могут заработать. Вот, ну, кто-то считает совсем по-другому. Посмотрим, что будет дальше в следующем году. Потому что те бабушки-старушки, которые вязали тоннами варежки, носочки, я не знаю, еще что-то делали, вышивку... Ну, короче, много чего. Многих бабушек уже и в помине нет. Вот, внукам некогда. Среднее поколение уже не умеет ничего делать ручками. Поэтому легче купить и, скажем так, легче купить в магазине за минимальные деньги, китайские производства. Разные изделия. С одной стороны, с другой стороны... А с другой стороны, хочу сказать, что вот последние годы, сколько я ноябрь, как смотрю, как бы присутствую, торгую, торгую своими этими, своими вещами, все больше и больше людей склоняется к вещам, сделанным вручную. То есть, рукодельным вещам. И, конечно, всем хочется подешевле. Куда ж без этого мне тоже хочется подешевле, если я на ярмарку прихожу что-нибудь купить. Ну, а с другой стороны, если вещь, она того стоит, то она того стоит. Так что, такая новость. Не могу сказать... Не хочу сказать, что я прям так готовилась, там, валяла, мыло варила или еще что-то такое. Ну, все-таки как-то было желание немножко постоять с народом, пообщаться, свои творения показать, продать. Ну, как будет, так будет, в общем-то. Вот такие новости. Успела нарубить практически топором. У меня, конечно, работа, я хочу сказать, она приносит не только неприятности, но и приносит иногда очень много всяких забавностей. Допустим, как люди себя ведут, как отношения между мальчиками и девочками складываются. Вот, сегодня такая прикольная сценка наблюдала. Зашли. Молодежь, молодежь, молодежь. Сейчас же каникулы. И они все, ух, на взводе. Кажется, учиться не надо. Не хочу учиться, а хочу жениться. Так вот, в общем, заходит эта самая такая стайка молодежи. И они, там две девочки и три мальчика. И, значит, это самая девочка одна. Ну, они там все ха-ха, хи-хи. Сейчас переключу камеру. Они, значит, все ха-ха, хи-хи. И я так смотрю, что одна девочка так, ну, явно неровно дышит по отношению к другому мальчику. И она его и так, и пнет она его, и это самое, там где-то ущипнет. А он только как бы, ну, я не могу сказать, что он прям краской заливался. Нет, не заливался. Но он такой, это самое, вид у него такой был немножко стеснительный. То есть он как бы стеснялся вот отношений вот этого, вот этой девочки по отношению к себе. И, а он, значит, это самое, есть захотел. Ну, я ему сделала две сосиски, как он заказал. И он, значит, стоит, поливает эти сосиски кетчупом, а эта девчонка сзади. И так его шмыргнет, и так его шмыргнет. И получается, то толкнет, то потянет. И он вот с этим кетчупом туда-сюда мотыляется, значит, над этими сосисками. Плюс ко всему там, значит, еще где-то под ногами... Я так и не поняла, откуда шел этот шум. То ли она его пнула, то ли она его... Не знаю. Ну, в общем, короче говоря, он влетел в мусорку, которая у нас там стоит недалеко. В общем, думаю, сейчас они меня разнесут весь в магазин, короче говоря. Ну, я, конечно, сказала, что в мою смену приставать нельзя. Мальчишечка так это... Ну, мальчишечке, господи, ну сколько? Ну, может, 19, может, 20 лет. Ну, такой он это самое, он частенько. То есть вся эта братва достаточно часто к нам заходит. И, ну, как бы, я их частенько вижу. А он такой это самое... Простой и добрый-добрый такой. А иногда, значит, подопьет там какой-нибудь суббота или воскресенье. Ну, вот сразу видно, что это самый добрейший души человек. Да и сам по себе он как-то такой... Ну, очень приятный молодой человек. Я думаю... Я говорю, мою смену запрещено приставать. Ай, блин. Мальчишечка, смотрю, она быстренько так задом-задом и ушла. Думаю, ну, слава богу, хоть ребенок поест. В общем, ситуации, конечно, разные бывают. Сидит мой встречальщик. Да, сидит. Сидит мой, ты делегация, ты моя. Ты моя делегация. Сидит, ждет меня. Да. Ты мой кот замечательный. Где твой... Дружбан. О, а вон и Дружбан идет. Ну, где ты там? Иди встречай меня тоже. Да, иди встречай меня быстренько. О, глазюки. Глазюки-то у нас. Прям кот Баскервилей. Да, ты кот Баскервилей? Да. Ого, здрасти какие. Как забавно смотрится. Ну что, пошли. Кушать вам давать буду. Хопсик. Ты мой кот Баскервилей рыжий. Ты мой Баскервилей кот. Вот ты.